Друзья, приветствую! Большая часть населения Губкинского буквально заперта в четырех стенах. Между тем, это не повод отказываться от нашего телевизионного проекта. Будем подстраиваться под современные реалии. Итак, смотрите сегодня выпуски. Формат онлайн-реалити. Мы будем онлайн-тренировки записывать, которые они могут увидеть в Ютубе. Жирность в степени лайт. Много ли полезных жиров в обезжиренных продуктах? В обезжиренных продуктах намного больше сахара, нежели, допустим, в 5% твороги. Пока все дома. Съемочная группа проекта «Вектор успеха» в гостях у Алла Ивазян. Мама, она нежная, она добрая, она заботливая. О чем молчат фитнес-бикини? Опыт соревнований от губкинской спортсменки Алены Мирошниченко. Все должно быть четко. То есть талия узкая, плечи, бедра. Торт, который можно всем. ПП-рецепт от Кати Подкорытовой. Наталья Мерецкая. 44 года. Вес 105 килограммов. Крюкова Ольга. 31 год. Вес 98 килограммов. Ксения Аввакумова. 27 лет. Вес 122 килограмма. Алла Ивазян. 54 года. Вес 96 килограммов. Евгения Кашапова. 48 лет. Вес 96 килограммов. Алла Ткач. 50 лет. Вес 96 килограммов. Ольга Бахарева. 35 лет. 126 килограммов. Валерий Усманов. 26 лет. Вес 124 килограмма. Елена Бакалина. 26 лет. Вес 103,5 килограмма. Сергей Сенгаев. 32 года. Вес 96 килограммов. Анна Супрунюк. 40 лет. Вес 97 килограммов. Светлана Мирошниченко. 44 года. Вес 96 килограммов. Татьяна Дротик. 44 года. Вес 91 килограмм. 800 граммов. Елена Данилюк. 62 года. Вес 95 килограммов. Журналисты федеральных и региональных телеканалов вышли в онлайн. В наши дни никого не удивишь репортажем с дивана или монтажом, что называется, на коленке. Что касается телевизионных шоу похудения, они, в принципе, могли бы вписаться в данный формат. Казалось бы, запиши заставку, сними онлайн-тренировки и тренируйся дома. А не будешь тренироваться, станешь главным лицом юмористического шоу о похудении. До года ряда мер, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции на Ямале, наши участники тренировались практически 6 раз в неделю. При этом они посещали спортивный, тренажерный зал и бассейн. Сегодня им приходится тренироваться дома. Не знаю, как остальных, но лично меня домашние тренировки демотивируют. И сегодня о домашних и не только домашних тренировках мы пообщаемся со вторым тренером нашего проекта, Альвиной Валиевой. Альвин, здравствуйте. Все мы знаем, что в связи с введением ряда мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Ямала, у нас практически все спортивные объекты нашего города, они закрыты. Скажите, пожалуйста, то, что касается телевизионного проекта «Вектор успеха», каким образом мы будем выходить из этой ситуации и каким образом нам всем перейти в режим онлайн-тренировок? У нас есть чат в Вибере, где мы можем контролировать их и питание, также скидывать онлайн-тренировки. То есть это очень тоже удобно и будем 24 на 7 вместе с ними. Альвин, все мы знаем, что домашняя обстановка и режим домашних тренировок в какой-то мере демотивируют. Скажите мне, пожалуйста, возможно ли интенсивно заниматься дома? Конечно, возможно. Главное – это заставить себя встать с кровати, пойти тренироваться. Давайте мы с вами еще немножечко поговорим про формат нашего телевизионного шоу в связи с современными реалиями. Вот смотрите, начиная с понедельника у нас определенным образом меняется формат. Что мы будем делать с нашими участниками? Мы будем онлайн-тренировки им записывать, то есть которые они могут увидеть в Ютубе. То есть это будет 5 тренировок в неделю, которые они могут заниматься дома. И будем следить за ними. Условия сброса веса при этом остаются прежними, то есть несмотря на домашние тренировки, они все так же должны скидывать вес лишний. Конечно, они будут так же работать, у них будет такая же интенсивность. Даже если они будут без инвентаря, они будут собственным весом. А собственный вес у наших участников большой, то есть и в принципе они могут хорошо скинуть даже дома. Есть ли какой-то минимальный набор спортивного инвентаря, который необходим для домашних тренировок нашим участникам? В принципе, коврик, если есть резинки, то это уже замечательно, но так собственным весом можем и тоже вполне неплохо. Ну и напоследок, завершая нашу сегодняшнюю беседу, можно ли какое-то такое, знаете ли, наставление от тренера проекта всем участникам Вектора Успеха? Не останавливайтесь на достигнутом, идите дальше, мы с вами все сможем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Происходит осознавание того, из чего мы состоим и, соответственно, что у нас поступает. Здесь и обезжиренный творог, и имеет место быть, но смотря что кому надо. Если, соответственно, это подросток, то здесь не совсем верной будет тактика, потому что подросткам нужны и жиры, и углеводы. Молочные продукты без жира есть в любом магазине и обезжиривают их просто. Удаляют из молока жир с помощью сепаратора, а потом используют молоко для приготовления творога и сыра. Но стоит знать, что жирность 0% бывает только у воды. В молоке жир все же остается. Так что определение «нулевая» – это просто рекламный прием. Катя Подкорытова еженедельно выкладывает в своем микроблоге рецепты вкусных, низкокалорийных блюд. Обезжиренные продукты блогер не жалует. Любой обезжиренной сметане она предпочтет ту, что пожирнее. В обезжиренных продуктах намного больше сахара, нежели, допустим, в 5% твороги, и ты возьмешь обезжиренный, намного больше калорий будет именно в обезжиренном. Поэтому я как бы не употребляю, стараюсь не употреблять вот именно такую продукцию. Обезжиренные продукты показаны разве что профессиональным спортсменам. И то не всегда, а в период так называемой сушки. Там все очень строго, чистые продукты, то есть на пару что-то вареное. Соблюдаются пропорции, там эти жиры, углеводы. Нет жареного, допустим, если разрешать. Нет макаронов каких-то, нет всего такого вредного. Алена Мирошниченко, дочь одной из участниц проекта «Вектор успеха», профессиональная спортсменка, выступающая в категории фитнес-бикини. Мне оценивается культура тела девушек, пропорции, то есть дефиле. Многим кажется это неженственно, некрасиво, мышцы. Но несмотря на это, это совершенно не так. Подготовка начинается с набора мышечной массы, то есть я должна хорошо кушать, питаться, тяжело тренироваться, наращивать себе мышцы. А потом уже в дальнейшем ближе к соревнованиям, месяц-два, мы начинаем выбирать по чуть-чуть углеводы и сушить тело. То есть добавляем больше интенсивных тренировок, кардио, сауны. Таким образом появляется рельефность. На нас наносит специальный грим, кожа становится темной для того, чтобы более выделяется рельефность тела. Далее проходит отбор. Все участницы показывают дефиле свою, дефилируют свою презентацию. Судьи смотрят, выбирают, смотрят на пропорции, на подачу. На все должно быть четко. То есть талия узкая, плечи, бедра. Красивый силуэт, сухость тела, мышцы. Улыбка, в первую очередь, тоже оценивается. Судьи смотрят абсолютно на все. Если честно, у меня проблема всю жизнь. Я всегда с детства то худела, то поправлялась. Но сейчас, когда я посмотрела на фотографии 10-летней, 15-летней давности, я подумала, какая была красивая и стройная. Я была 75 килограммов, потом набрала 78, потом уже 80 килограммов. Но дело в том, что у меня произошел стресс. Я заедала. Заедала и под пледиком, перед телевизором. Получала удовольствие от вкусного чая с бутербродиками и еды всевозможной. Задыхаешься, когда поднимаешься и хочешь подняться быстренько на третий этаж, ты уже задыхаешься. Когда потанцевать хочешь в кругу своих подруг, и видишь, что они это делают с легкостью, а ты уже с напряжением, тоже. И, естественно, одежда, которую ты покупала, и тебе было в ней комфортно, а сейчас не влазишь. Ну и много всяких вещей, которые хотелось бы выглядеть красиво. И вообще, я считаю, что правильный вес, который человек имеет, женщина, мужчина, они позволяют ему дольше жить, быть более красивым, здоровым, ярким. Это, конечно, мои самые родные и близкие, мой сыночек Боря. Он у меня потрясающе интересный человек. Он спортивный, очень доброжелательный, порядочный, великолепный семьянин. Смотрите, какие две принцессы у него, которых он безумно любит. Ну и я, естественно, третья принцесса. Мама, она нежная, она добрая, она заботливая. Мама всегда хочет накормить. А так она в жизни радостная всегда, очень резвая. Мама активная, на самом деле, очень сильно. Это в работе и в жизни постоянно, всегда. Она успокаивается только ночью, наверное, когда спит. Заходили разговоры с мамой о тренажерке, то, что бегать. Мама сама всегда рвалась к этому, если честно. У нее было такое, но не было толчка. Этот проект послужил таким толчком, что она сейчас без этого не может. Мы уже каждый день созваниваемся, продумываем, что нам приготовить, что такое интересненькое. Бежим, нам как-то интересно даже побежать уже в магазин. И вот интересное общение даже в магазине происходит, потому что мы уже видим определенный набор продуктов, и мы уже думаем, что интересное можно придумать. И вот какая-то такая интересная жизнь сразу получается, потому что мы уже бежим домой, у нас какой-то интерес происходит именно даже в готовке, во всем. Кстати, вот моя внучка, моя любовь, мое счастье, моя радость. Это именно тот человек, во имя которого я хочу быть здоровой, красивой, молодой. Мне кажется, что она глупее я. Ну, как мне так кажется. И она эмоциональная такая. Она схватывает все, говорит. У нее речь такая же, как у меня, мне кажется. Улыбается. Она добрая, танцевальная, музыкальная. Она рисует великолепно, она ходит в художественную школу, она занимается танцами, она дома любит танцевать. Она устраивает нам концерты, и я вспоминаю себя, когда я перед мамой в мамонных туфлях и в комбинации выходила. Пела, у нас София тоже сама. Я люблю бабушку смотреть, потому что я, когда ее показываю, говорю бабуля. Я в восторге от того, что я попала на этот проект, и поэтому вот все наши видеосъемки, которые я смотрела, ну, я восхищалась всем. Мне нравилось, как нас записали на боксе. И ноги, и руки, и наш пот, и движуха вся. Когда я себя увидела в таком ракурсе через телевидение, конечно, я пришла в ужас. Да, мне было очень дискомфортно, потому что, ну, полнота, лишний вес, второй подбородок, там, живот, попа, спина. Но, с другой стороны, думала о том, что я занимаюсь, я иду к цели, я хочу достичь чего-то. И поэтому уже это уходило на второй план. Мы, конечно же, волновались, смотрели каждую пятницу, смотрели на... было интересно увидеть интервью каждого из нас, проанализировать, а здорово это или нет, посмотреть со стороны. Она очень серьезно отнеслась к этому сейчас перерыву, когда нету тренировок. И мы сидели, думали, вот как выйти из этой ситуации. То есть у нас не было такого, что раз нету сейчас проекта, нету тренировок, что можно просто сидеть, расслабиться и не думать, не искать какие-то пути выхода. Ну, мы сразу нашли, то есть мы подумали, что, значит, необходимо закупиться какими-то домой, может быть, там, тренажерами. Постарались и, в принципе, пока держимся. Бананы считаются одними из самых калорийных фруктов. Оботреблять их в неограниченном количестве не рекомендуется. Однако в качестве одного из ингредиентов для того или иного десерта они очень даже хороши. Вашему вниманию мы хотим представить рецепт бананового торта от Екатерины Подкорытовой. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем банановый тортик. И для этого нам нужно будет овсянка перемолотая, немного тертого шоколада, банан, яйцо, сметана и заменитель сахара. Наша задача смешать все ингредиенты, кроме сметаны и шоколада. Теперь мы чистим банан, разбиваем его на несколько кусочков, чтобы было удобнее перемешать, перемешать и разминаем. Уложим яйцо и перемешиваем до однородной консистенции вместе с бананом. В такое готовое тесто мы добавляем немножечко перемолотой овсянки. Овсянку вы можете взять любую, но я вам советую именно взять геркулесовую монастырскую, так как она очень хорошо перемалывается. К нам понадобилось 5 чайных ложек. Все это перемешиваем и можем жарить наш тортик. Мы отправляем наше тесто на сковороду, чтобы поджарить несколько коржей. Мы кладем пару ложек и немножечко равномерно распределяем по сковороде, чтобы у нас получилась форма мини-торта. Дальше накрываем крышкой на минуты 3-4. Я жарю коржики на антипригарной сковороде, поэтому можем обойтись без масла. И так же накрываем крышкой. Пока у нас жарятся коржи, мы приготовим крем для них. Я беру сметану 15% и смешиваю ее с тремя пакетиками фитпарата. Первый корж у нас уже готов, поэтому мы его перекладываем в тарелку и обмазываем нашим кремом. Теперь из оставшегося теста мы сделаем также несколько коржей. Смажем их, чтобы у нас вышел большой торт. Последний штрих посыпать наш торт шоколадом и отправить в холодильник где-то на ночь. И он будет безумно вкусный и порадует вас с утра. Вот он наш безумно вкусный тортик, который ни капельки не навредит вашей фигуре. Ну что ж, это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. На этом я, Галина Курочкина, с вами прощаюсь. До скорых встреч в эфире телеканала «Вектор-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова